добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня мы продолжаем серию лекций которые называются правила стиля от портного и сегодня мы будем говорить о жакете почему я выбрала эту тему потому что жакет так много значит нашем гардеробе во первых он они обязательно должны у нас быть если у нас нет жакетов мы практически раздеты потому что ну как без жакета в межсезонье выйти на деловую встречу жакеты в любом варианте все равно должны быть нашем гардеробе и что я сегодня хочу вам о них рассказать меня натолкнула на эту идею женщина на улице но женщина шла по улице на ней был такой пиджачок маленький жакетик враспашку и видимо когда бы сип она застегнулась она бы очень сильно была приталена а тогда когда она вот так вот отпустила пуговички расстегнула жакет на ней выглядел вот такой буквой x вот просто весь буквой x и две такие груди вот такие две груди на ней вот так стоят и буквой x вот этот пиджак но я за то чтобы мы не настолько приталивали но немножечко надо жакеты как-то уметь недоприталивать я вас не призываю сейчас говорить что давайте все шить неприталенное пусть это будет приталенная вещь но вот саму линию талии не надо втаскивать прямо вот туда в тело в тело чтобы она вот туда воспевалась когда она застегнута и во первых всегда помнить что у нас жакет чаще всего расстегнут чаще всего расстегнут поэтому линии должны быть плавными помним что вот такая излишняя приталенность вот излишняя такая чрезмерная абсолютно не свойственно жакету и конечно человек идет по улице и мы смотрим своими глазами или это int пошив или человек купил готовый жакет и дома сам там его что-то там сделал такое вот такое безумное вталивание я первое что хочу сказать о том что все линии должны на нас лежать плавно вот у нас жакетик все все линии лежат плавно это такой широковатый жакет даже если бы это был жакет приталенный линии должны лежать достаточно вот так вот плавно на нас нельзя прямо их впивать вот так себя и потом когда мы одеваем враспашку он у нас вот так вот весь и стоит это очень некрасиво очень некрасиво никакого стиля конечно в этом нет я хочу сказать еще о нагрудной вытачки обязательно обязательно при работе с нагрудной вытачкой обязательно нужно ее немножечко расслаблять то есть уменьшать раздвор вытачки и обязательно делать немножко вот эту спрямленную пройму часть небольшой вытачки хотя бы один сантиметр выпускать в пройму мы не раз уже это все проходили просто я в правилах стиля напоминают чего зависит стиль изделия для того чтобы у нас вот это место было немножко свободного то вот здесь вот потому что сюда открыта часть вытачки а остаток вытачки уже не создает вот такого острого такого момента что у нас на пиджаке вот такой вот острый вот такой момент пожалуйста отрабатывайте свои жакеты на макетах обратите внимание на это все ставите подплечник значит вам здесь нужна свобода вы уменьшаете раствор и никогда не делаете вот такую вот грудь прямо грудь грудь вот такую вот острую хорошо когда она вас застегнута вы расстегнули и у вас вот здесь вот две вот такие вот и груди наоборот сутюживать 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 и еще раз сутюживать я сегодня хочу поговорить только о двух моментах а приталивание чрезмерном приталивание и вот об этой вот груди потому что но это ужасно некрасиво в жакете это в платьях некрасиво а в жакетах это особенно некрасиво и конечно в этом никакого стиля нет для того чтобы вещь была стильной она должна мягко на нас лежать, быть в плавных линиях. Жакетик, который мы носим всегда застегнутым, имеет право быть более приталенным, который мы расстегиваем, они имеют право быть такими менее приталенными и немножечко вот на нас лежать вот так вот плавно. Я что хочу сказать о жакетах? В жакетах существует огромное разнообразие. Вот какой на мне сейчас такой практически мужской, в стиле мужского. Вот такой вот тоже в стиле мужского. Могут быть очень женские жакеты, могут быть в стиле Шанель, даже если в стиле Шанель, все равно не приталивайте их так вот до невозможности. Жакетик должен вот так вот на нас лежать непринужденно. И тогда мы везде себя сами будем хорошо чувствовать и на окружающих людей производить приятное впечатление. Если на нас дискомфортная одежда, которая нам создает дискомфорт и вот нам неловко, мы чуть-чуть, у нас сильно приталенный жакет, мы рукой пошевелились, он вот тут у нас встал, нам надо каждый раз его как-то там поставить на место. Это ужасно неудобно и очень глупо выглядит со стороны. Поэтому давайте так не делать. Я поговорила о приталивании. От чего еще зависит стиль жакета? Все от того же, о чем мы уже говорили, от плечевого шва, от линии проймы, от длинной рукава и, конечно, от линии низа. Конечно, о крае борта мы уже с вами говорили, что эта вот часть борта должна идеально просто по деревянной линеечку быть отутюжена. И, конечно, линия низа. Если у нас существуют какие-то бачки или рельефы, и у нас на линии низа пиджак так вот немножко между этими швами вот так вот немножко провисает, в этом тоже, конечно, никакого стиля нет. Вещь на нас должна быть идеальная во всех, абсолютно во всех технологических узлах. Поэтому следим за тем, чтобы наши жакеты нас украшали. А нас украшать будет тот жакет, который правильно исполнен, который правильно исполнен, а нормально притален. Не так, чтобы он у нас спивался, и каждый раз нам надо было его там как-то отдергивать от комфортности проймы, вот комфортность, комфортная пройма, чтобы у нас не было длинных рукавов. И самое главное, линия низа у нас должна быть ну такой вот абсолютно ровной. Нужно знать технологию для того, чтобы когда мы делаем подгибку низа, чтобы идеально отутюжить эту линию, и потом уже с этой линией уже отутюженной работать дальше. Нельзя сшить жакет без линии заутюжки низа, а потом уже готовый жакет как-то там пытаться его заутюжить на глаз, если у нас там нет прокладочной линии, линии подгибки низа. И, конечно, из этого тоже ничего не получится. Все получается очень хорошо, все получается очень быстро, когда мы знаем, как делать. Поэтому изучаем технологию и делаем такие жакетики, которые ну не будут на нас вот так вот обращать на себя на улице внимание, что люди вот так вот с удивлением будут на вас смотреть и думать, а это что вообще? Очень я люблю всю жизнь жакеты, я их не люблю носить, но я их люблю делать. Я очень много перешила заслужить жакетов, и как бы я уже изучила, на что обратить внимание. Поэтому в этой рубрике правила стиля от портного мне захотелось поговорить о жакетах. Если у нас жакет много рельефных, много рельефный, то есть у нас много рельефов, и у нас в каждом шве есть возможность приталивать, пожалуйста, будьте аккуратны. Будьте аккуратны. Даже такой много рельефный жакет не должен опять же в нас впиваться. Поэтому одежда должна на нас лежать ну вот так вот элегантно. Я что хочу сказать еще о том, как подходить к выбору модели. Передо мной вот такая вот страничка, это французская книга. Мы уже с вами рассматривали, когда говорили о круглых вырезах. Сегодня мы говорим о жакетах. Вот первая пуговица почти на линии талии. Первая пуговица под грудью. Первая пуговица над грудью подразумевается, что этот жакет мы будем одевать вот просто на голое тело. Этот жакет подразумевает какой-то топик. Этот жакет чаще всего будет одеваться вот так вот в незастегнутом виде. Просто он здесь нарисован в застегнутом. Этот жакет хорош, и этот жакет хорош, и этот жакет хорош. Когда вы будете выбирать, на каком же уровне вам делать первую пуговицу, на этом, на этом или на этом, вы должны первое знать, для чего вы шьете жакет. Если вы шьете для того, чтобы в рабочем кабинете работать с бумагами, участвовать во встречах каких-то, что-то подписывать, конечно, можно и такой шить пиджачок, и очень это будет уместно. Если вы шьете для того, чтобы идти куда-то раскрыться, и у вас внизу будет кружевной или шелковый топ, отделанный кружевами, вполне себе, можете сделать вот такой жакет. Разговоры о том, что одним подходят к длинной вырезы, а другим не подходят. О том, что длинный вырез вытягивает, а короткий не вытягивает. Это все абсолютные глупости. Я никогда не участвую в этих разговорах, и как бы я это не признаю совершенно. Это просто мы должны знать, для чего мы шьем жакет. Еще хочу поговорить о жакетах. Вот что. Однобортный или двубортный. Помним, что двубортный жакет это вы всегда застегнутые. Приготовьтесь, прежде чем решиться, на двубортный жакет к тому, что вы будете всегда, абсолютно, всегда застегнуты на все пуговицы. Я лично абсолютно это не могу переносить, поэтому у меня всегда жакеты. Ну, как всегда, у меня их мало, но если уж у меня жакет, то однобортный. Двубортный выглядит элегантно, но с ним достаточно так сложно. Я недавно себе сшила двубортный жакетик летний с коротким рукавом. Он летний с коротким рукавом и может быть всегда застегнут на все пуговицы с брючками. Это правильно. А вот такой жакет, который мы еще на что-то будем одевать, ну, как бы, я рекомендую, конечно, однобортный. Очень хороши жакеты без воротника. Тоже, смотря к чему вы шьете, вот такой жакетик очень может украсить. Кто-то любит вот такие вот широкие воротники, абсолютно очень широкие. Кто-то любит вот такие очень узенькие. И это, и это, и это хорошо. Вот такие немножко шалевые, тоже очень хорошо воротники. Все воротники хороши, все пиджаки хороши, но прежде чем выбрать для себя фасон, первое, определяемся, для чего вы шьете и с чем будете одевать. То есть, с чем вы будете его комплектовать. И у вас сразу в голове встанет картина, для чего. И, конечно, правильно приталиваемся, выбираем правильно длину рукава, правильно работаем с краем борта и правильно работаем с линией вниза. И успех обеспечен. Очень много людей думает, вот к нам же приходят люди всю жизнь, я с ними работаю, очень большое количество людей думает так, чем навороченнее жакет, тем он красивее. Тут сделаю кокетку, ага, от кокетки сделаю складку до кармана, тут еще карман, один карман мало, сделаю еще какой карман. И вот так мы нагородим, нагородим, что-то там нагородим, и это никогда не приведет к хороших результатов. Давайте научимся сначала носить просто жакеты. Почувствуем себя в них. И потом уже будем переходить к более сложным таким вот моделям. Я ничего не сказала о такой молодежной моде, которая там блестящая, жаккардовая, с лаковой кожей. Сегодня речь не об этом. Сегодня лекция не о многообразии жакетов, а сегодня лекция о том, как должен вообще выглядеть жакет, и как его подобрать для себя. Будьте разнообразными, непохожими сами на себя изо дня в день. Учите сходить в жакетах. Я тоже сама не очень люблю жакеты, но иногда они у меня все-таки есть. А почему я не люблю жакеты? Потому что я в ателье работаю. Ну кто в ателье ходит в жакетах? Если бы я работала в банке, наверное, я бы любила жакеты. Ну кто в ателье ходит в жакете? Это как бы сложновато в ателье ходить в жакете, поэтому я их и не люблю. Я не так просто не люблю. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Делитесь нашими видео в соцсетях. Всего хорошего. С вами были мы, Паук Штарин Михайловна и вся наша команда.